Всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о четвертьфиналах Еврокубков. Недавно мы разбирали Лигу Чемпионов и тамошние четвертьфинальные матчи, ну а сейчас сосредоточимся на Лиге Европы, где мы увидели очень любопытное противостояние Манчестер Юнайтед и Севилья. Команда с громким именем, с великой историей, которую многие считают фаворитом этого турнира, Манкунянцы, с одной стороны, с другой стороны Севилья. Команда, которая регулярно берет Лигу Европы и вот здесь, именно в этом турнире, превращается в какую-то невероятную силу. И вот, пожалуйста, мы увидели матч, где Манчестер Юнайтед на своем поле забил четыре мяча в игре с Севильей. Казалось бы, наверное, это должно привести к тому, что Юнайтед проходит дальше, вне зависимости от ответной встречи. Но проблема в том, что Юнайтед два мяча забили в чужие ворота, два мяча в свои. Вот такое тоже бывает. И мы получили ничью 2-2, которая, как мне кажется, однозначно в пользу Севилья. Андалусийцы теперь едут к себе домой, едут с достойным результатом. И у себя на своем поле, на Рамон Санчес Песхуан, как мы знаем, Севилья может обыграть кого угодно. Так что здесь очень лихо закрутилась интрига, и давайте разберем эту встречу. Но сперва хотел бы вам напомнить, что наш спонсор и наш партнер – это телеграм-канал Утка Геймс. Эти ребята очень толково разбираются в футболе. Эту телегу ведут мои коллеги, YouTube-блогеры. И они здесь делятся своими мыслями о предстоящих матчах Лиги Чемпионов, Лиге Европы и прочих турниров. Так что если вы хотите узнать мнение YouTube-блогеров о грядущих встречах, узнать их прогнозы на эти матчи, узнать их и в текстовой форме, и в видеоформате, то проходите по ссылочке в описании на телеграм-канал Утка Геймс. Ну а мы переходим к стартовым составам, и давайте пробежимся по Юнайтед. ДХ на воротах против испанцев – это всегда интересно. Мартинес и Варан в центре защиты, ну, здесь есть несколько вариантов центра обороны, это один из, так скажем, вариантов оптимальных. Но при этом есть Магуар, который также может вытеснить и одного, и другого из основы, и который вышел во втором тайме. И который, кстати, сыграл очень здорово, только потом стал одним из антигероев встречи. Еще один антигерой – это Маласия на левом фланге, который также забьет в собственную сетку. Ван Бисако справа. В опорной зоне вернулся Казимиру, постепенно набирает форму. Фернандеш действует на позиции такого вот реджиста, если хотите. Из глубины сейчас он уже играет и формирует атаки. Забицер также в центре поля. Энтони и Санчо на флангах. Ну и Марсиаль в качестве такого вот маневренного подвижного центра форварда. Такой состав, такие исполнители, ну и в принципе, подбор игроков, конечно, мое почтение. Казалось бы, Юнайтед сейчас, скажем так, не может рассчитывать на ряд важных исполнителей. Нету Рэшфорда, нет некоторых других игроков, но все равно. А бойма здесь на голову сильнее того, что есть у Севи. Что касается андалусийцев. Буну на воротах, тот самый герой марокканской сборной. Акунье и Монтьель. Аргентинцы на флангах, в центре защиты Маркао и Куаси. Центр обороны Севилии, это вообще удивительная вещь. Она вроде как есть, вот эта оборона в центре, а вроде как ее нет. Это как тот самый суслик из ДМБ. Ты его видишь, а его на самом деле нет. Вот и здесь центр обороны Севилии в очередной раз облажался. Не помогли даже знаменитые опорные хавбеки Гудель и Фернандо. Кстати, стоит ли напоминать, что в составе Севильи полным-полно бывших игроков Манчестер Сити и, в принципе, бывших футболистов из Англии. Там и Фернандо, и Ламелло, и, разумеется, Хесус Навас. Как-то так. Много здесь людей, для которых, так скажем, Юнайтед это особый раздражитель. Ну и многие здесь ждали, конечно же, Алекса Телеса, человек, который вообще раньше выступал за, собственно говоря, Манчестер Юнайтед, но он остался в резерве. Вот такие пироги. Даже в Севилии не имеют стабильного места в основе. Ближе к атаке действует Ракитич, который сейчас по иному наставнике Менделиба и стал ближе к наступлению появляться. А Кампо, Сторес и Ламелло тройка атаки. Нету здесь классического центра фойварда. Есть, так скажем, трое игроков, которые способны выходить на разные позиции, способны маневрировать и способны, в том числе, по ситуации действовать в качестве так называемой ложной девятки. В общем, что можно сказать о Севилии? Максимально плотный центр поля, где Ракитич, Гудель и Фернандо создавали вот такой кулак. И вариативная связка впереди, которая должна была выбегать в контратаке и создавать напряжение. В принципе, с новым тренером Менделибором примерно такой игры и стоило ожидать. Наставник, который сменил Сан-Паули, отличается, ну, прям, скажем, существенно в плане стиля игры. Сан-Паули всегда стремился играть комбинационно и креативно. Менделибор – это тренер середняков, условные Асасуны, Эйбара и других команд, которые он возглавлял. И поэтому здесь Севилья включил вот именно вот этот режим, режим середняковой команды. И если мы смотрим стартовый отрезок, то здесь 66 на 34% владения в пользу Юнайтед. Ну и в результате этого отрезка дважды забило Манчестер Юнайтед. То есть, хоть Севилья и пыталась уйти почти в автобус, закрыться, запереться и играть на контратаках, но у них не было ресурса, чтобы действовать подобным образом. У Севильи ужасный центр защиты. И то, как легко Забицер забил вот эти два мяча, это говорит как бы об многом. Здесь просто вот огромная дырень, через которую заходи не хочу. Великолепная передача Бруно и забитый мяч Забицера, ну, а потом частично сольный проход. Все того же самого Забицера, и вот, пожалуйста, 2-0. За 6 минут буквально две чудовищные ошибки, и получите распишитесь 2-0, после чего казалось, что матч закончен. Плюс там было куча других эпизодов, еще в этом стартовом отрезке, где Юнайтед мог забивать. Ну а дальше, дальше Севильи пришлось идти вперед. И это была еще одна проблема. Потому что, ладно, ты еще в защите пытаешься устоять с такой обороной. За счет плотности, за счет автобусности это можно теоретически сделать. Но когда тебе нужно раскрываться и идти вперед, а у тебя в центре обороны такая дыра, ну, это катастрофа. И здесь тот же самый Антони мог, я не знаю, хэт-трик отгружать. Но то бил мимо, то в штангу попадал, то и здесь, будем откровенны, Юнайтед должен был забивать больше, решать все вопросы, громить соперника и спокойно заканчивать встречу, и фактически заканчивать всю вот эту двухматчевую дуэль, проходя в полуфинал. Но, как видим, им понадобилась драма и понадобилась вот эта вот веселая история в концовке. Стоит отдать должное, кстати, Севильи. Команда встрепенулась. И тут не последнюю роль, конечно, играли резервисты, вышедшие со скамейки запасных. Навас вышел вместо Туареса, сразу наладив, так или иначе, активность на своем фланге. Юсеф Эннесари также появился здесь вместо Ламеллы, то есть появился уже классический центрфорвард вместо всех этих ложных девяток. Чуть позже появился Сусо вместо, причем, Куаси. Там были сложные перестроения. Гудель вышел еще одним центральным защитником. Ракитич опустился на позицию второго хавбека. А в атаке, таким образом, появилось большее количество креативщиков. То есть Менделибер здесь, так или иначе, пошел на обострение и пошел на риск. И этот риск мог обернуться полнейшим крахом, если бы Юнайтед в своих контрвыпадах использовал свои моменты. Потому что Севилья лезла вперед. Севилья здесь понимала, что с 2-0 отыграться даже в Севилье, в Андалусии, будет почти нереально. Даже на своем поле. Здесь им приходилось наступать, и в итоге, если мы посмотрим, вот как раз-таки момент. После забитых мячей Юнайтед здесь владение 50 на 50. То есть Юнайтед выманил, так или иначе, Севилью на свою половину поля. И начал создавать моменты. Севилья тоже огрызалась, но, как бы сказать, помягче. Хоть Севилья и нанесла больше ударов, 13 против 12, но реально опасных моментов они все-таки создали немного. Но они создали напряжение у ворот соперника, что очень важно. И это напряжение, так или иначе, сказалось в концовке, когда Юнайтед начал допускать оплошности. И когда Юнайтед взял да и забил себе два мяча. Обвинять защитников Юнайтед, того же самого Магуайра, который вообще становится такой трагической личностью, не стоит. Там были такие эпизоды, что винить защитников в автоголах, наверное, не стоит вообще. Тут Севилья все-таки додавила, что называется. А Юнайтед в обороне все-таки расслабился. И в результате два обидных эпизода, плюс к этому там вообще-то был еще и момент НСР, чтобы забить еще один гол. То есть, теоретически, Севилья вообще в концовке могла победить. Удивительное дело. И тут Манчестер Юнайтед, который всегда славился своим умением выигрывать в концовке встречи, вот этот самый Ферги Тайм, так называемый, тут наоборот, в концовке взял и облажался. И это, как мне кажется, говорит о том, что все-таки психологически команда не так устойчива. В концовке они слишком расслабились. Слишком уж, скажем так, уповали на свой счет 2-0 и на то, что в контратаках они что-нибудь создадут. Севилья их за это наказала. Ну и, разумеется, наказала за расточительность. Слишком много эпизодов Юнайтед не реализовал. А так-то могли уже в первом тайме решать все вопросы. А в итоге 2-2. И нас ждет очень интересный ответный матч. Продолжение следует...